Мария, вы запустили B2B направление, наверное, относительно недавно, учитывая, что многие коллеги по рынку имеют больший опыт в этой сфере. Насколько это сложно вам далось? Само направление Lenta Pro существует порядка пяти лет, но последний год мы, как компания, адресовались к этому направлению рынка, отрасли, более внимательно, увидев там огромный потенциал. И действительно, мы это делаем не первые. На рынке есть большое количество компаний, которые делают поставки юридическим лицам, это и дистрибьюторы, и ритейлеры. Насколько это сложно или не сложно, мне кажется, это всегда такой интересный вопрос, потому что, с одной стороны, первопроходцам сложнее, потому что они что-то изобретают, а тем, кто идет позднее, легче, потому что можно использовать лучшие практики рынка, как российского, так и любого мирового. Поэтому мы в своей стратегии при работе с юридическими лицами используем передовой опыт и B2C практик, удобство, бесшовность с точки зрения сервиса и тех направлений с точки зрения продуктов, потребностей, которые нужны юрлицам, собрав в свою стратегию все лучшее, что есть на сегодняшний день. Поэтому кажется, что это оптимальный сценарий. Какие ключевые отличия можно выделить между розничными клиентами и B2B клиентами? Вот что прям пришлось кардинально перестраивать? В первую очередь это персональное обслуживание, потому что каждый наш клиент, юридическое лицо обязательно требует работы с персональным менеджером с точки зрения индивидуальных условий, специального документа оборота, возможностей поставок по определенному расписанию. Много-много всего, что, безусловно, не касается работы с физическим лицом в обычной рознице. А также это, конечно же, вопросы, связанные с логистикой. Это доставка машинами с температурным режимом, это доставка к определенному времени. Допустим, всегда ресторану она нужна очень рано утром, когда ресторан еще не открылся и многое другое. Вот эти отличия, они как раз и явились основой для технических, процессных и категорийных изменений в компании при построении B2B бизнеса. Как много сейчас у вас B2B клиентов, и вот, как я понимаю, вы в этот такой вот высокий эшелон заехали, как бы, получается, вам нужно было догонять коллег, которые уже много чего предлагали. Вы на старте должны были предложить какой-то такой пакет, который бы уже удовлетворил тех, кто попробовал, может быть, где-то в других местах. Вот, как много сейчас B2B клиентов у вас, как это число изменилось по сравнению с тем, когда вы работали, как вот мы уже выяснили, в таком камерном режиме предыдущего года? На текущий момент в направлении Лента ПРО более 90 тысяч юридических лиц, и эта цифра растет последний год порядка, там, до 20 процентов. Мы видим, что то, почему получается привлекать этих наших клиентов, это в первую очередь то, что есть сильная часть ДНК-ленты. Это и широкий ассортимент, это всегда качество. Это не то, что мы как B2B направление создавали с нуля, это есть уже 30 лет в компании, потому что Лента в этом году празднует 30-летие. И вот именно эти факторы, они как раз дали возможность дать тот оффер, который и хотят наши клиенты. Ведь в каждом из сегментов клиенты хотят немножко разное. Например, если говорить про направление Хорика, это рестораны, фастфуды, столовые, крайне важно, конечно, качество, стабильность ассортимента. И очень большой тренд последнего времени это наличие локальных продуктов. В линейке Ленты значимую часть продуктов занимает локальный ассортимент. Соответственно, это тоже. Например, для офисов это скорость доставки, документооборот, широкий ассортимент и возможность работать с одним окном, и также и с другими сегментами. Поэтому вот мы выбрали персонализированные сервисы и предложения клиентам, и вобрав все, что есть хорошего в Ленте, предлагаем это уже теперь юридическим лицам. Вы частично так уже затронули, но все равно, чтобы уточнить, какие категории товаров чаще всего заказывают B2B клиенты? В зависимости, опять же, от той отрасли и той специфики, в которой наши клиенты работают. Если мы говорим, например, про промышленные, индустриальные, градообразующие предприятия, то часто это бытовая химия для предприятия, это продукты питания для столовых, это молоко и вода в рамках питьевого режима на предприятии. Если мы говорим про хорику, то, конечно же, это всегда мясо, птица, свежие овощи, фрукты, это бакалея и многое другое. И, например, третье направление – небольшие розничные магазины. Они заказывают ассортимент стандартной продуктовой корзины, связанной с бакалеей, с молоком, с овощами, фруктами и мясом также. А СТМ как много в количестве этих заказов? Вы знаете, СТМ сейчас, конечно же, это такое важное перспективное направление во всем ритейле, и B2B направление здесь не исключение. На текущий момент продажи товаров СТМ в Ленте ПРО составляют порядка 16%, и эта цифра, в принципе, растет. И в Ленте ПРО мы создали вместе с командой СТМ отдельный бренд, он называется бренд Банвида, который был именно создан для профессиональных клиентов и включает в себя основную линейку товаров для нужд любого предприятия, офиса, кофе-поинта, таких как сахар, кофе, чай. Это самоходовое получается? Конечно, конечно. Вот вы настроили быструю доставку, это по крайней мере то, что из последних новостей увеличили, максимальный вес заказа. О чем еще B2B клиенты просят? Часто бывают запросы на расширение зоны доставки в тех городах, где мы еще не доставляли, и мы оцениваем потенциал этого рынка и делаем открытие этой зоны. Второе – это расширение возможности для клиента с точки зрения автоматизированного документа оборота. Это и акты сверки, и вот все, что касается закрывающих документов. Как и в B2C, мы хотим меньше тратить на бумажные процессы, максимально работать в электронном документообороте. И мы в LentiPro сделали отдельный проект на эту тему и полностью автоматизировали для клиентов, которые готовы это поддерживать на своей стороне, документооборот. Конечно же, вопрос отдельного профессионального ассортимента, который сейчас введен в Lenti. Этот процесс постоянно через запросы клиентов меняется, потому что некоторым клиентам нужны товары большего веса, некоторым как раз наоборот отдельный локальный ассортимент, который он представлен хочет в своем меню, допустим, если его нет в Lenti, мы слушаем клиента и вводим его в свою матрицу. А вы доставляете сейчас из магазинов или какие-то еще есть варианты, откуда может поехать машина? Мы доставляем из магазинов, в первую очередь из гипермаркетов Lenti. РЦ нет? На текущий момент нет, потому что наши клиенты заказывают небольшими партиями, но достаточно часто, и доставка на РЦ все-таки это немножко другой тип бизнеса, который снабжает наши гипермаркеты, супермаркеты и мини-магазины. А что тогда вот это все, вот этот подъем, что это дало гипермаркетам, что это дало ритейлу? Это дополнительный клиентский трафик, это дополнительные продажи, которых не было в B2C бизнесе. Для меня это всегда устойчивость бизнеса, которая говорит о том, что всегда есть B2C продажи, есть онлайн продажи, есть B2B продажи и там возможно новые бизнесы, потому что в целом Лента много пробует различных новых направлений. Сейчас есть и Tobacco Shop, и Zoo Market и многие другие. И Лента Pro одно из них, которое стабильно сейчас развивается, потому что мы видим явный запрос на это с учетом и географии, и желания наших клиентов видеть серьезного поставщика товаров перед собой, потому что они не хотят работать в некоторых случаях с малым бизнесом, я имею в виду с точки зрения надежности, чтобы компания завтра никуда не исчезла и всегда была с ними. Поэтому запрос на надежного, качественного поставщика и есть ответ на вопрос, почему мы планируем это и дальше развивать. А как вы сейчас продвигаете это направление? Какие каналы используете? Мы используем традиционные, наверное, для B2B направления. Это и выставки, на которые мы с вами сегодня присутствуем, это и непосредственно общение с клиентами, личные встречи, это публикации в специальных отраслевых СМИ и телеграм-каналах и многое другое, потому что все-таки B2B продвижение, оно совершенно отличается от B2C, поэтому мы стараемся использовать именно специализированные источники. А как-то вы дополнительно какие-то даете бонусы вашим B2B клиентам? Вот я просто обратила внимание, что у вас на сайте есть там какие-то специальные акции, скидки там, в зависимости от количества, вот расскажешь немножко подробнее про это. Конечно, у нас есть программа лояльности, лента Pro для B2B клиентов, которая предполагает прогрессивную шкалу скидок в зависимости от ежемесячного объема покупок. Поэтому, конечно же, клиенту выгодно приобретать товары в ленте в режиме одного окна, потому что чем больше клиент покупает, тем больше он имеет скидку. И кроме этого, всегда индивидуальные прайс-листы, всегда индивидуальные предложения, закрытые распродажи и многое другое. Что в ближайших планах, фокусах вашей команды, помимо того, о чем вы так уже коротко упомянули? Мы продолжаем развивать наш онлайн-бизнес. Сейчас мы готовимся вот уже в этом месяце к запуску обновленной, более технологичной онлайн-витрины, которая будет еще более быстрой, удобной, нативной с точки зрения оформления заказа, полностью наличие документа оборота и возможность работы самостоятельно по заказу товаров. Наверное, это главный фокус. Мы продолжаем развивать новые зоны доставки в южных регионах, в Сибири, на Урале, в Ленинградской области. А есть какие-то конкретные районы или места, где появится доставка? Конечно. Если говорить про Сибирь, то мы начали работать в Алтайском крае, сейчас начинаем работать вокруг Байкала, как такие традиционные для Хорика территории. Открыли доставку в Новороссийске, сейчас она открывается в Черкесске. Поэтому вот здесь этот процесс не останавливается, он идет, конечно, от потребности наших клиентов, которые предлагают и готовы сотрудничать с Лентой, но им нужна именно доставка. Но пока вы модель то, что доставка именно из магазинов менять не планируете? То есть нет такого, что, допустим, как-то все-таки с тех же РЦ, допустим, может быть, куда-то дальше отвозить? С точки зрения РЦ у нас есть такой проект отдельные поставки для крупных клиентов, потому что у нас есть направление также Лента Опт, которая занимается крупными продажами с РЦ. Эта работа есть. Как-то соединить эти каналы, нет? Конечно, конечно. Это все взаимозаменяемые каналы. И мы просто говорим о том, что данные поставки с РЦ, они всегда крупные, большие, с большими машинами. Мы же говорим о том, что сегмент юридических лиц – это, в первую очередь, конечные покупатели, или которым нужны поставки с торговых комплексов. Поэтому мы планируем использовать как торговые комплексы, так и распределительные центры в зависимости от потребности и объема продаж наших покупателей. Спасибо большое, что вы нашли время и к нам пришли. Спасибо вам. Продолжение следует...